Подходит к завершению ремонт четвертой очереди набережной. Уже отремонтировали подпорную стенку, смонтировали железобетонные конструкции лестничных спусков и амфитеатров. Полностью завершены бетонные работы по новому каскадному фонтану. Рабочие продолжают укладывать тротуарную плитку, устанавливать бордюрный камень и штукатурить стелу ладья. Подрядчик обещает сдать объект до конца года. На въезде в Самару по южному шоссе включили подсветку указателя, который приветствует въезжающих в город гостей. Он расположен на газоне между двумя полосами движения. К чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют все шесть въездов в Самару. Металлические буквы и вертикальные элементы стел сделают из нержавеющей стали. Также вокруг объектов благоустроят территорию. Специалисты обустроят газоны, посадят цветы, обрежут сухие ветки деревьев. Движение по южному мосту полностью откроют до начала следующей недели. За время ремонта на объекте заменили ограждение. Опоры освещения уложили новое асфальтобетонное покрытие на самом мосту, на проезжей части и тротуарах. Особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. Продолжается реконструкция заводского шоссе по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Работа на участке в полтора километра идет круглые сутки. Специалисты завершили работу на теплотрассе и ливневой канализации. По плану проезжую часть заводского шоссе расширят в два раза с 7 метров до 14. До 17 октября по правой стороне уложат новый асфальт, по левой полностью срежут старое покрытие. Развязка на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в Самаре открыта по трем направлениям. Движение транспорта по кольцу открыто на въезд и выезд из города, а также в сторону улицы Гагарина. Съезд на Луначарского пока закрыт, там базируется оборудование. Работа по благоустройству кольцевой развязки продолжится до 1 ноября. Фонтан «Красное знамя» на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаевская отремонтируют к ноябрю. Он был построен еще в 70-е годы и первоначально имел техническое значение. В нем охлаждалось ламповое оборудование. Со временем фонтан обвешал, уже в 90-е не работал. В преддверии чемпионата мира по футболу городские власти решили отремонтировать объект. До конца октября подрядчик планирует закончить строительную часть, после чего начнется благоустройство прилегающей территории. В ноябре фонтану устроят тестовый пуск и законсервируют до следующей весны, когда объект заработает в полную силу. Еще один фонтан обновятся в сквере Шанхай на улице Молодогвардейская. Уже подведены коммуникации, смонтированы помещения под насосные. Заливается бетонная чаша. Часть работ будет выполнена в текущем году, а запустить фонтан планируют в 2018. Продолжаются работы в парке 50-летие октября. Уже обновлен детский игровой городок. Возводят танцевальную площадку со сцены, меняют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек. Планируется, что в парке будет несколько видов покрытия. Плиточная на входах, тротуарная на пешеходных дорожках и асфальтовая на велосипедных трассах. Преображается и главное украшение парка. Озеро очистили от мусора. Самаре продолжают преображаться дворы в рамках программы формирования комфортной городской среды. Теперь жители дома 430 по проспекту Карла Маркса время во дворе проводят с удовольствием. Здесь установили новые скамейки, песочницу, горку, спортплощадку, обустроили парковку и уложили новый асфальт. Всего в рамках программы в этом году запланировано обновить порядка 200 дворов. В Самаре по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» преображается улица Молодогвардейская. Ремонтируют дорогу, тротуары, газоны, ограждения. Наносят разметку, меняют фонари и светофоры. Часть тротуаров выкладывают тактильной плиткой для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Часть с асфальтобетоном покрытием. Подрядчик обещает закончить работы 31 октября. Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в порядок приведут 43 улицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова